Сегодня днём российская армия обстреляла Запорожье, выпустила по мирному городу несколько ракет. Уже известно о пострадавших. Подробнее о ситуации узнаем у нашего коллеги, журналиста Сергея Вендина. Он сейчас с нами на прямой видеосвязи. Сергей, приветствуем вас. Здравствуйте, коллеги. Могу сказать о том, что две ракеты сегодня попало в одно из предприятий на правом берегу Запорожья. На данный момент известно, что полностью разрушен один из цехов этого предприятия. Также известно, как минимум, о семи пострадавших. В данный момент на территории предприятия все службы проводят работы по разбору завалов, поиску пострадавших и раненых, которых отвозят в больницу. И полиция документирует факт преступления. Сергей, какие районы сейчас Запорожской области также находятся под постоянными обстрелами российских войск? Ну, под обстрелами российских войск постоянно находится вся линия фронта. Ее протяженность от Каменского, Степногорска, Орехов, Пологи, Гуляй-Поле. Только за вчера по всей этой линии было зафиксировано около 60 артобстрелов. Как минимум, 22 из них – это Гуляй-Польский район. Там было разрушено помещение Центра детского и юношеского творчества. Также известно про попадание в объекты сельхозпредприятий. И это были села Равнополье и Полтавка. И также оккупанты продолжают активно выжигать украинские земли с урожаем. В Гуляй-Польском районе за вчера было выжжено 600 гектаров, а в Ореховском – 800 гектаров. Сергей, ну и хочется узнать о судьбе людей, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях Запорожской области. Какая ситуация в городах там? Сегодня стало известно о том, что жители Черниговки – это такое небольшое село Запорожской области. Местная Гуляйтерша им объявила у себя в телеграм-канале, что пора паковать чемоданы и ехать в Дагестан. Такая вот принудительная депортация ожидается. Кроме того, оккупационная власть заявляет о том, что привезла на оккупированной территории связь из так называемой ДНР «Феникс». Но люди, которые жили в Донецке, сейчас оказались в Бердянске, в Мелитополе, у которых есть эти карточки на руках, они говорят, что связи никакой они туда так и не привезли. Сереж, вы упомянули Бердянск. Вот сейчас, год назад, еще на популярных курортах Запорожской области было уже полно туристов. Сейчас отдыхать на пляжах мы понимаем, что опасно. Находятся ли смельчаки, которые рискуют жизнью и идут все-таки к морю? Да, такие смельчаки находятся, и эти смельчаки живут в Мелитополе, но их не так много, как можно было бы себе представить. Пляжи все равно пустые, не помогают низкие цены. В той же самой Кирилловке можно сейчас пожить за 100 гривен в сутки. В Бердянске самая минимальная такса, которая мне известна, это 500 гривен в сутки. Таких денег у людей, которые сейчас проживают на оккупированных территориях, я имею в виду, про 500 гривен в сутки вряд ли кто-то найдет. В Бердянске обещали, что к ним приедут люди. Сейчас устанавливаем связь. Сергей Вендин, журналист из Запорожья, рассказывает о ситуации в Запорожской области, в частности, на популярных запорожских курортах. Еще год назад там было полно людей. Сейчас пляжи, мы как видим, пустые. И Сергей говорит о том, что стоимость проживания в сутки от 100 до 500 гривен. Таких денег у людей, которые оказались в оккупации, просто нет. Сергей, можете продолжить. Да, действительно, собственно, именно безденежье сейчас отталкивает большую часть туристов. При этом это не только касается стоимости проживания. Стоимость продуктов питания в разы завышенная. В том же самом Бердянске, в Мелитополе буквально пакет молока стоит около 100 гривен. То есть мало кто согласится. В таких условиях, ну, такое ощущение, что это где-то в Азурной побережье, где-то далеко-далеко за границей, а не Бердянск. При этом уровень комфорта остался прежде. Сергей, спасибо вам большое за информацию. Это был наш коллега, журналист Сергей Вендин, который рассказал о ситуации в Запорожской области.